Патриархальные ценности Это смешной выдумки праздника Петра и Февронии, которые они сами для себя сотворили, якобы в пику вражескому Валентину, а на самом деле просто, чтобы занять Светлану после договорного ухода с поста первой леди. Воркокомитет празднования Дня семьи, любви и верности возглавила Светлана Владимировна Медведева, для которой слово «семья» не пустой звук. В семье всегда тебя ждут. Семья – это опора, семья – это любовь, это очаг. Празднование Дня семьи, любви и верности – это возврат к истокам, от которых десятилетиями пытались оттолкнуть людей западной цивилизацией со своим святым Валентином – праздником, давно превратившимся в бизнес. Ну и вот каждый год благодаря этому празднику как-то они все-таки вспоминали. Она приезжала в Ялту, Севастополь или Муром, где в присутствии парочки непременно руководящих мужчин вручала медали супружеским парам, которые прожили в верности 25 лет. Дорогие друзья, я бы вам хочу пожелать крепкой семьи, любви и верности. И пусть именно семья и верность будут всегда вместе с вами. 31-я севастопольская семья получила 8 июля из рук Светланы Медведевой медали за любовь и верность. Светлана Медведева никогда не делилась секретом, как она определяет, были ли верны супруги друг другу все эти 25 лет. Возможно, они сдают перед награждением какой-то специальный тест на верность. В Кремле же любят закупать всякие тесты. Десятая годовщина праздника Петра и Февронии была для четы Медведевых самая счастливая, потому что в Муром, где, собственно, и хранятся мощи святых, вместе с ней приехал муж. И она вручала награды за верность не с какими-то посторонними мужиками, а с законным супругом. И теперь не только она рассказывала публике, что такое любовь, а ее муж тоже. И он тогда был до того раскрепощенным, что аж радугу назначил национальным символом. Я хочу вас поздравить с нашим прекрасным праздником. С праздником семьи, любви и верности. Мы его празднуем уже 10 лет. И посмотрите, какое чудо. Небо, которое было совсем темным, вдруг озарилось радугой. Это же самое лучшее доказательство того, что этот праздник является нашим национальным праздником. Последний раз супруги Медведева появились на публике вместе в Рождество 2020 года. Другой пары, Путина и Собянина, с ними уже не было. Путин дернул от них в Сирию, Собянин вообще неизвестно куда. В общем, они уже тогда были немножко прокаженными. А потом случился вирус, самоизоляция, в результате которой семейную лодку, скорее всего, прозбил змей-искуситель. Зеленый. Ну и Светлана, наверное, уже тогда ушла. А он свихнулся от горя. Результатом чего стали вот эти его безумные заявления и посты в Телеграме с болезненно выпирающим из них подсознанием. Вдумайтесь в этот, практически эротический, где под украинцами читается сам Дмитрий Медведев, под европейцами его супруга Светлана, а под зеленым хлопцем тот самый зеленый змей. Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Украинцам было бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке и для собственного блага разорвать этот брачный союз навсегда. Ну и, например, в нашей передаче уже давно было понятно, что там развод и девичьи фамилии. И мы только ждали праздника Петра и Февронии, чтобы в этом убедиться. Они даже праздник из-за мгновения? Да, у них же есть, конечно, конечно. У них столько много достижений, что я даже не помню. Ну, Дмитрий же, ну у них же это же пара, она же наплодила вместо 14-го вражеского февраля. Да, вот это был такой первый знак, такой симптом плохой. Они устроили, они придумали праздник любви, и она всегда появлялась на этих праздниках. Ее раз в год показывали, даже когда он ушел со своего поста. Вот мы 7 июля зафиксируем, если ее опять не будет, хотя уже эпидемия, нет, не на что ссылаться, вот тогда все ушло от своего-то. В канон собственного праздника случились два разнонаправленных события. Депутаты и лично Путин решили придать этому празднику Петра и Февронии статус государственному. Видимо, в рамках политики импортозамещения. При этом разные телеграм-каналы стали активно писать о разводе Читы и Медведева. В результате, аккурат 8 июля, Дмитрий решил эти слухи развеять. Но он выбрал странный способ убеждения. Я сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью, с этим праздником. Спасибо, и тебя поздравляю. Ну, то есть поставил рядом Светлану и этим как бы сказал, видите, стоит рядом, значит, я не развелся. Это все равно, что рядом бы поставил бутылку и сказал, видите, стоит полная, значит, я не пью. И кого бы он этим убедил, точно что не Светлана. В этой истории, на самом деле, нет никакой политики. То есть, конечно, политика, вся эта цепь унижений, где одним звеном становится Путин, который дал поиграться в президента и премьера, а потом сразу все отобрал. А другим Навальный, который втоптал его почище Путина, стала поводом для ухода в тяжелую, назовем это мягко, депрессию. Но, с другой стороны, ни одна уважающая себя женщина не потерпит, чтобы ее муж уходил в тяжелую, назовем это мягко, депрессию. Пришла, назовем это мягко, депрессия, ушла, назовем это твердая жена. Причем государство эту строптивую жену тоже начинает задвигать. 8 июня у Муроми медали за верность вручали уже два мужика безо всякой Светланы. Молодоженов сегодня поздравили полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и глава Владимирской области Александр Авдеев. Позже они вручили памятные медали за любовь и верность юбилярам семейной жизни. При том, что Светлана в Муром якобы приехала. Про это сказали, но толком ее не показали. В древний город Наоке сегодня приехала и Светлана Медведева, президент фонда социально-культурных инициатив. Правда, на большом праздничном концерте, который традиционно транслирует из Муром и Первый канал, ее в конце концов предъявили. Хотя мужа рядом опять не было. Его на концерт допустили только в виде все того же виртуального обращения, которое накануне он выкладывал в социальных сетях. А сейчас видеопоздравление, которое специально ко Дню Семьи, Любви и Верности подготовили заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев и его супруга, председатель организационного комитета праздника Светлана Владимировна Медведева. День Семьи, Любви и Верности отмечается в нашей стране в 15-й раз. Хотя раньше она с ней танцевала, и даже под Киркоровым. А теперь все. Лететь ее мужу с одним крылом и танцевать соответственно. Так что да, никакой тут политики. Простая мораль. Не пей, Иванушка. Медведевым станешь.